По уровню загруженности суды края уступают только столичному региону. Как отметили на коллегии, на одного федерального судью приходится до 80 дел. Большая нагрузка, по мнению главы региона, свидетельствует в первую очередь о развитии края, о гражданской и экономической активности населения. Когда приходят дела на ваш уровень, просьба, победительная просьба, оставайтесь, прежде всего, гражданами нашего края, патриотами. Ваша роль в экономике, она первичная, мы все это понимаем прекрасно, в стабильности социальной жизни в стране, на Кубани, она очень важна. Есть исполнительная власть, административные органы власти, есть силовая, правительная составляющая, но, конечно, есть отдельно стоящая, независимый суд. Во всех его проявлениях, арбитражные, общие и так далее. От вашего решения, во многом, от скорости принятия решения, зависит, насколько Кубани будет, в общем-то, процветающим, экономически крепким регионам. С просьбой жестко бороться с волокитой обратился к коллегии и председатель краевого суда. Александр Чернов поручил взять под личный контроль председателям районных и городских судов все дела, залежавшиеся на полках. Слабые назвали на коллегии работу Белоглинского, Кореновского, Новобокровского районных и Кропоткинского городских судов. А вот в числе лучших – Калининский, Щербиновский, Анапский, Ейский, Мостовской, Дбилисский и Славянский. Еще одну проблему, которую обозначил губернатор – борьба с незаконной эмиграцией на коллегии также активно обсуждали. На прошлой неделе была фура задержана с красноярскими номерами. Пять километров осталось до места назначения в Крымске по заказу какого-то там фермера. Гаишники остановили, первый ряд ящиков выгрузили. Сто китайцев сидели. Ни у одного никаких документов. И такое творится везде, по крайней мере. В Сочи в связи с Олимпиадой. Они, я вас уверяю, все потом останутся жить, легализуются. Тут надо очень жестко подходить. Я бы рекомендовал всех выдворять. Штрафами не надо отделаться. А в отношении нанимателей наших местных, которые везут дармовую рабочую силу, от 800 тысяч штрафов. За одного только человека. А вот в деле борьбы с самостроями, и это подчеркнули на коллегии, ситуация значительно улучшилась. Если раньше подавляющее число судебных исков было о признании права собственности на самобольные постройки, то теперь в разы выросло количество дел о стосе самостроев в районах и городских администрации. Елена Всецкая, телекомпания ФКТ.